Друзья, всем привет! С вами Никита Дилой и мы продолжаем рубиться карьеру в фарминг симулятор 19 на карте свопа агро. Планов, друзья, сегодня уйма, поэтому давайте все по порядку. Для начала, как обычно, поле. Оно у нас засеяно рожью? Оно у нас засеяно рожью. Для меня это, честно говоря, открытие. Ну и ладно. В любом случае, рано или поздно она нам понадобится. Так что, в общем-то, нужно будет собрать отсюда рожь. Далее, друзья, лошадки. Они у нас вымахали на 100%, поэтому их пора продавать. Заработаем с этого кучу денег. Покупали их по 5000, будем продавать по 50. Крутота! Плюс, друзья, я хочу снести вот эти вот загоны и поставить дефолтные. Что-то как-то они мне больше нравятся. Поэтому здесь будет небольшая перестройка, плюс всю эту поляну мы будем перестраивать. Не знаю, что насчет у нас сушки для травы. Наверное, пускай она стоит в этом месте, хрен с ней. Соответственно, здесь надо будет терраформингом поиграться, замазать все, сделать, чтобы везде у нас была здесь травка, проложить новые дорожки там уже, в зависимости от того, как мы поставим загоны. Так что здесь надо будет все переделать. Далее, друзья, наш ферментатор. Силос тут весь переработался, точнее, трава, которую мы сюда закинули. И, как я говорил в прошлой серии, его, в общем-то, тоже надо заменить. Я, в общем-то, нашел альтернативу. Это ферментатор, который идет в паке с картой North Freesish Marsh, или как она там называется правильно. У него, короче, правильный триггер выгрузки. Так что курсплейчик с ним будет замечательно работать, по крайней мере должен. Ну и плюс у него чуть больше производительность, чуть быстрее он будет все это делать. Тут у нас 10 тысяч литров в час, там 15. Короче, надо отсюда вывести весь силос. И самое геморройное, то, что по курсплее он, в принципе, это делать не сможет. Или придется постоянно его контролировать. В принципе, наверное, так и сделаем. Замутим курсплей и просто будем переключаться на него, контролируя, чтобы он это все дело возил. Потом всю эту бодягу мы снесем, поставим другой и опять-таки подровняем здесь, чтобы все было красиво. Ну и травка, травку тоже будем косить, собирать и все такое. Также мы отвезли в прошлый раз дохрена зерна на сепаратор. На стриме мы это заканчивали все дело. Тут еще не до конца переработалось, поэтому трогать, в принципе, ничего пока не будем. Но, может быть, если останется время в конце, то замутим курсплейчик, чтобы он это все возил отсюда на базу. Ну и плюс, друзья, разумеется, нужно новое предприятие, и поэтому мы купим сегодня карьер. Он стоит миллион триста, но с лошадок, в общем-то, добьем денег, чтобы у нас их хватало. Ну и, разумеется, запустим его. Правда, я не знаю, есть ли у нас там биогаз. Должен быть, на самом деле. Есть у нас биогаз, кстати? Да, чуть-чуть есть, так что мы его запустим. Но также перенесемся к нашим нефтяным скважинам. Они, короче, очень быстро работают. Не то, что в прошлой версии. У нас здесь уже есть дохренища нефти. В общем-то, мы пока все это дело трогать не будем. Есть пять скважин, в каждой по 180 кубов. В общем-то, это много. С одной стороны, можно, в принципе, ее всю продать. И тоже будет бабло. Ладно, пока пускай лежит. А, нефть у нас не продается. Нефть надо перерабатывать. Ну и ладно, тогда не сможем ее продать. Будем собирать деньги на нефтеперерабатывающий завод. Я думаю, вполне скоро мы его возьмем. В общем-то, как-то так. Давайте начинать. Обычно, друзья, мы начинаем, конечно же, с нашего поля. Но сегодня не тот случай. Гораздо больше работы сегодня у нашей Татры, которая будет возить гребаный силос. Поэтому начнем мы именно с этого. Заводим двигатель и поехали запишем маршрутик. Запишем маршрутик, который будет возить, соответственно, силос к нам на базу. Так, подъезжаем. Чуть-чуть дальше, наверное, вот отсюда стоит писать его. Открываем крышку, загружаемся и, соответственно, начинаем запись маршрута. Соответственно, везем мы все это дело на базу. Отличненько. Здесь мы запись прерываем и я его даже сохранять не буду. Я его сохраню пока что 1, 2, 3 предварительно. Просто, чтобы он был на всякий случай, если вдруг игра вылетит и так далее. Соответственно, запускаем его на доставку. Ставим здесь ему возить силос. Им около 17 рейсов надо будет сделать. Плюс-минус. И вот это вот что-то новенькое прям от слова совсем. Что сейчас я увидел, я не знаю, но давайте-ка мы этот маршрут нахрен прервем. Со следующей ближайшей точки. Давай, друг, у тебя еще дубль 2 у нас. По крайней мере, крышку открыл, это уже хорошо. Появилось заполнение с каких-то пор. Охренеть. Не работает ни хрена. Конченный ферментатор. Блин, неохота вручную это все дело возить. Зил работал в прошлый раз. Ну не тащить же Зила, не по 12 кубов же возить. Это вообще не серьезно, я так считаю. Есть вариант, конечно, на стриме все это сделать. Лишь же за кадром. Но хотелось бы сегодня тут все нахрен перестроить. А если мы сейчас возьмем и сами заполнимся. Например, вот так вот. Здесь у нас Сила, здесь у нас все в порядке. И давай, едь. В общем-то, через пару минут мы к тебе вернемся. Мы пока что, в общем-то, расставляем технику. Тут все как обычно. Поле 7, уборка. Давай, дружище, загружайся. И со стартовой точки едь работы. И я тебя забыл заправить. Вот как так-то? Почему я все время забываю про это? Вот теперь, друг, со стартовой точки, давай. Ты уже по этому маршруту работал. У тебя все знаешь, короче. Таксоман у нас совсем забаговался. И ничего здесь не работает. Все, короче, снимаем его нахрен. Сейчас будем что-то думать. Возвращаемся на поле. Соответственно, работа с комбайнами для нашей GCB-шки. Ставим Лексиона и... А, маршрут загрузить. Я что-то про это совсем забыл. Давай, запустить. Где спидометр? Куда худ пропал? Понятно. Курсплей навернулся. Вообще, кстати, у меня новый курсплей есть. Поэтому давайте перезапустим игру. Я подключу новенький курсплейчик. Короче, друзья, перезапустил я игру. И даже серию эту до конца уже записал. И у меня случился фейл. И с файл-записью я, короче, похерил. Поэтому все, что сейчас будет происходить, у меня будет происходить второй раз. Ну ладно. Тут, в общем-то, по сути дела, важные такие манипуляции были. Не хотелось их откладывать на какой-то другой день, что ли. В общем-то, ставим технику в работу. Комбайн идет, разумеется. За ним идет GCB-шечка. Давай, запустись по маршруту. И комбайн Лексион. Все нормально. Ну и, конечно же, косилка. Она у нас идет по маршруту по Кост-травы. И трава-база. Тыдыщ. Со стартовой точки. Давай, дружище. Короче, эти пацаны все работают. Все молодцы. А мы же тогда переносимся к нашим лошадкам. В общем-то, сначала нужно их всех продать. Я уже не буду тупить. Я уже знаю, где все это делается. Потому что все это дело у нас по второму разу. Короче, по 50 тысяч мы их все сейчас нахрен продаем. И 800 тысяч. Ну, минус доставка у нас получается с первого загона. Теперь у нас миллион семьсот. И то же самое делаем со вторым загоном. Подтверждаем. И еще 800 тысяч мы получаем. Ну, без копеек. За второй загон. У вас пока нет ни загонов, ни животных. В общем-то, я хотел показать момент, что у нас осталась там еда и питье для наших лошадок. А эти загоны я планировал снести. Потому что у них написано, что они на 25 лошадей принимают. Они всего лишь 16. Я только из-за 25 лошадей их сюда и ставил. В общем-то, сносим их. Они хоть и более-менее нормально выглядят. Но не знаю. Что-то как-то не зашло. Теперь же, друзья, нам нужно вот эту вот всю площадку заново засыпать травой. И мы именно сотрем поле. Здесь будет просто трава. Это не будет засеянное поле травой. Мы это сделаем через траформик. Чтобы вот эта справа в углу информация о поле здесь не появлялась. А еще здесь есть какой-то навоз. Я не знаю, откуда он взялся. Вроде лошади его не дают. Но не суть важна. В общем-то, давайте-ка сейчас потыкаем нужные кнопочки. Изменить форму модификации. Поставим пока что вот эту вот штуку. Квадратную. И изменить режим планировки на X. Нам нужно окрашивание. Теперь выбираем здесь траву. Вот такую. И нам нужно вот это все дело снести нахрен. Выровнять, чтобы вообще вот это все было не поле. Во, вот так вот. Теперь это пустая площадка. Мы сюда поставим другие загоны. Конкретно стандартный большой выгон для лошадей. И, кстати, они маленькие. Поэтому мы их сможем сюда впихнуть аж целых три штуки. Только единственное, надо это все дело развернуть. Вот так вот. Рядом, соответственно, еще один. И здесь есть место на еще один. Во. Места им, в принципе, всем хватило. Теперь надо только провести дорожки. Но и делать мы это будем тоже в режиме планировки. Поменьше сделаем кисть, уже круглую. И надо выбрать только правильный тип земли. По-моему, это вот такой у нас идет, да? Да. В общем-то, рисуем дорожечки. Ну, в общем-то, как-то так. Должно быть красивенько. А, основную же дорожку въезд мы не сделали. Более, нихрена. Давайте это будет как-то вот так вот проходить. И подровняем. Можно здесь еще углы вот так вот скосить. Да, вполне норм. И можно, кстати, вот здесь тоже еще один выезд сделать. Во. И нормалды. Травка эта вся вокруг вырастет. И будет это смотреться, в общем-то, очень однообразно и очень красиво. Так что с этим все. Теперь же, друзья, нужно сюда лошадей засунуть. Нахрен нам загон, если в нем не будет лошадей. Поэтому, в общем-то, в каждый загончик по 16 штук. В общем-то, теперь у нас есть куча лошадок. А конкретно их 48 штук у нас. И через 10 мы их продадим и получим за это около 2,5 миллионов. Осталось только привезти им жрачку и попить. Делать все это дело мы будем, разумеется, на мане. В общем-то, с силосным бункером я решил ничего пока не делать. На стриме мы вручную нахрен все перевезем. Или же я в какое-то более-менее свободное время, когда у меня будет, я это тоже все нахрен перевезу. Мы сейчас все равно будем ехать на склад, поэтому прицепчик с собой захватим. Но перестройка силосной башни тогда у нас будет уже в следующей серии. В общем-то, нашим лошадкам нужна солома. У нас ее дохренища, поэтому можем спокойно ее загрузить. Ее там надо совсем немного. Ну, в общем-то, прицепчик сейчас отвезем, остальное приедем сюда. Нам еще за овсом надо будет приехать, поэтому приедем сюда и высыпем. Так что, в общем-то, загрузились соломой. Этого хватит, хотя тут почти полный прицеп. В общем-то, погнали, высыпем им соломку. Так, соломка, в общем-то, у них есть. Осталось им привезти сено, которое у нас вот в соседнем здании здесь есть. Овес, который мы сейчас привезем с базы и воду. Ну, вода последняя, разумеется. В общем-то, поехали за овсом. В общем-то, овса я им высыпал один прицеп. Распределил на три загона. Примерно тут по 19 кубов, 19 600 и 20 получилось. Не важно. Сейчас падлу абсолютно ехать за вторым. На стриме отвезем им овес, который у нас остался. Также им для жрачки нужно сено, поэтому один прицепчик. Он здесь очень долго сыпется. Мне тоже впадлу сейчас ждать. Хотя, с другой стороны, ладно. В общем-то, высыпаем то, что у нас есть тут по сену. И все-таки я подумал, что им пока что хватит. Потому что две минуты этот прицеп загружается. Но сейчас реально вот впадлу ждать. Да, две минуты мне впадлу подождать. В общем-то, поехали им за водичкой. Соответственно, приезжаем в магазин и покупаем в нем вот такую вот бочку для воды. Ее, кстати, можно красить и может быть ее покрасить. Не знаю, не смотрится. Наверное, стандартный цвет надо оставить. Или белый. Белый еще более-менее, кстати, смотрится эта бочка. Я бы, конечно, хотел в оранжевый, но, сами понимаете, текстура вот эта вот вода так себе смотрится. Красный тоже так себе. Желтый, ну еще такое, куда не шло. Черный, ну воду в черных бочках возить такое себе, конечно. Серый тоже, не, все не смотрится. Из-за вот этой синей надписи вода ничего не смотрится. Только синяя более-менее или белая. Мне больше нравится белый цвет. Можно такой вот побежеватье. Бежеватье, боже, что за слово. Короче, более бежевый такой. В общем-то, ее тоже покупаем. 73 гребаных тысячи. Блин, а дефолтная бочка, кстати, чуть больше вместительности и дешевле вроде как стоит. Ну да ладно, это все такое. Хочу такую. Ну вот и все. Лошадки у нас накормлены, напоены и все нехорошо. И меня это радует. Несказанно. А знаете, друзья, что я подумал? Все-таки в этой серии у нас будет перестройка. Но я сейчас не буду вот это все дело возить на склад. Я это все высыплю дело просто на землю. Что я криво подъехал? Да неужели? Благо здесь все это дело быстро засыпается. И мы это все высыпем просто вот здесь вот сзади на траву в кучу. И на стриме уже я, короче, отвезу все это дело куда-нибудь. В общем-то, чтобы далеко на склад не возить, я это высыплю сейчас просто вот сюда. Короче, друзья, освободили мы полностью наш этот ферментатор. Я уже на землю последний прицеп этот выкидывать не буду. Бросаем мана здесь и продолжаем перестройку. На стриме мы все это, короче, уберем. Я не знаю, мыша возьмем или фрезу. Что-нибудь, короче, возьмем. Будет чем заняться на стриме, потому что в контрактах особой нужды нету. Деньги у нас есть. В общем-то, вот эту вот хреновину мы продаем. 54 тысячи она стоит. Ну, в общем-то, досвидули. И вместо нее ставим вот такую вот силосную башню. Мы вернулись к загону с коровами. Давайте-ка обратно на то место. Вот, в общем-то, надо его как-то повернуть. Наверное, давайте другой стороной. Потому что выгрузка вот из трубы слева будет. А вот здесь триггер ровненько построим. Вот так вот. И будет норм. Я вот думаю, может быть, две таких штуки поставить. Ладно, одной пока хватит. Пускай будет одна. Как она у нас тут выглядит снаружи? Нормально все. Единственное, сейчас, конечно, надо будет подкрасть немножко землю вокруг. Вот здесь как-то все... А, это старый терраформик. Все нормально. Такое чувство, что он надо в новом находить. Ну ладно. Короче, как обычно. Вот сюда вот мы высыпаем траву или сечку. А с другой стороны получаем силос из трубы. И вроде как это все должно нормально работать по курсплею. Я типа его затестил. Там нормальный триггер. То есть дает выбор, что загружать. Соответственно, все должно работать. В теории. Даже если не будет, все равно этот ферментатор лучше, чем тот. Потому что... Потому что он чуть-чуть быстрее работает. В полтора раза. Хотя и тот не самый медленный был. А мы тогда возвращаемся в планировку. И нам надо сделать здесь везде одинаковый асфальт. И это у нас вот такой вот цвет. Нет, не такой. Такой? Нет. Такой? Да. Вот такой. Соответственно, вот это все. Здесь надо сделать такой более пологий подъезд. И вот это все надо сейчас перекрасить. Во. Я думаю, вот так будет вполне норм. И тут как раз маршрут по косой травы проходит рядом. И вроде как не задевает. И вроде как он даже не должен будет в него врезаться. Шикарно, слушайте. Можно здесь еще вот так вот скосить немножко. Потому что покрасивше это все дело выглядело. Во. Теперь у нас новый ферментатор. Как-то так. В общем-то, друзья, на этом я серию эту закончу. Да, она получилась немножко коротенькой, наверное. Но если бы я здесь еще что-то делал, то вы бы ее ждали еще два дня. А я как бы не очень этого хотел бы. Поэтому в ближайшие дни у нас стримец по этой карте. На стриме мы, во-первых, этот силос весь нахрен отсюда увезем. То, что я здесь насвинячил. Да, вроде сэкономил 10 минут времени на эту перестройку. И в общем-то придумал себе еще на час работы. Но ничего страшного. Мы любим работать. Ну, соответственно, добьем все эти самые. То, что у нас тут идет. Покос вот этот. Уборка. То, что идет. Засеем поле овсом. Потому что лошадям надо. Докинем овса лошадям. Короче, позанимаемся. На стриме, в общем-то, есть чем заняться. Так что все хорошо. Ну и маршруты запишем новые. На травку, которая будет сюда кататься, привозиться. И, возможно, еще забьем все на сушилку. Потому что там тоже все закончилось. Лошадкам-то пока что хватит на пару дней. К тому времени мы уже много чего можем сделать. Короче, работа есть. Поэтому, друзья, чтобы не пропустить стрим, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Или же вступайте в группу ВКонтакте, нажимайте там на кнопочку. Получать уведомления. Это стопудово будет работать. Или же можете присоединяться к нашему каналу в Дискорде. Там тоже оповещения я всем рассылаю. Короче, если захотите, вы не пропустите. Знаете, что делать. От вас же прошу лайка, комментарии там. Ну, в общем, все по стандарту. Всем, друзья, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok